Здравствуйте, дорогие друзья! Глава Брешит, Ад, Рай, Адам, все очень интересно. Знаете, в мире есть и рай, и ад. Они не запрятаны, они все время рядом с нами. Почему избалованные дети, богатых родителей подсаживаются на иглу и едут в леса Амазонки или взбираются на Гималайи? Потому что у нас искаженное представление о рае. Если нас просят, что такое Гат и Дэн, деревья, бабочки там. Но это все второстепенные детали. Счастье человека не исходит из окружающего мира. Оно из внутреннего содержания, так как это происходило у Адама, первого человека. Адам был безгрешным творением. Он излучал святость, чистоту, и у него все было внутри. Но если в душе пустота, гнили, ничего не помогает. Наоборот, изобилие с одной стороны, отсутствие работы над собой с другой, становится новой греха. В этом и заключается вот суть проблемы нашего поколения. Счастье и удовлетворенность мы ищем вне себя. Мы ищем ее в окружающем, в мире и так далее. Может быть, новый автомобиль сделать нас счастливым или микроволновка новая. Может быть, престижная квартира или поиск нового партнера и так далее. Вот такое представление, оно ошибочно и ложно. Был такой рабе Тейтельбойм, он написал, что ему приснился сон. Однажды он попал на небеса и сидел у одного из древних учителей. Он спросил у него, господин, скажи, где находится рай? И Танай говорит, вот здесь, внутри, и показал на свое сердце, внутри меня. В Талмудическом трактате Бава Батра сказано, что наши святые отцы удостоились жизни, подобно грядущему миру. Где? В шатрах, без электричества, без воды, без туалета, без автомобилей, без сотовых, потому что рай был в сердце. Говорят, человек не был издан из рая. Рай был издан из человека. И с каждой выполненной заповедью, с каждым уроком Торы, с каждым добрым делом мы возвращаемся в этот рай. Я вчера видел вот рай и ад. Я вчера вот с младшим сыном со своим поехал в воинскую часть, в одну, во вторую, мы в четырех частях были. Видели такое, видели ребят, маленькие мальчики и девочки, взрослые люди, как директоры компании, все в одинаковой форме, все поехали защищать свою страну. Никто никого не ловит. Все идут, и идут, и идут, и идут воевать за свою страну. У меня внучка моя, вот такого, по пояс мне, она на фронте. И вот это рай. Я видел ад, я видел рядом тех, как вели этих убийц, которые отрезали головы детям. И мы живем все вместе, вот в этом рад и ад, ад и рай. Вы знаете, мы сделали сейчас большие такие программы вместе с моими друзьями. Мы берем мыцватанки большие, загружаем их продуктами, загружаем их питьем и едем к солдатам. Потому что, ну человек не может быть в стороне. Сейчас, когда определяется победа, рай или ад, мы не можем быть в стороне. И каждый раз, когда нам кажется, что вот это нас не касается, это ад. И вообще вот то, что сегодня происходит, еще две недели назад Израиль был разделенный на две части, враждующие насмерть, одни демонстрации, одни за одних, одни за других, ненависть в глазах. Ужас. Сегодня, сегодня другой ужас. Сегодня тысячи погибших. Погибших, которого не было никогда. Но с другой стороны, я не видел давно такого рая. Были единые абсолютно люди. Везде, вот ты едешь по трассе, каждые 100-200 метров стоит стол, женщина, какая-то семья разложила еду и продает, простите, раздает их солдатам. Люди выносят все из дома, раздают солдатам. Вот это просыпается на земле, рай. Знаете, мы должны быть, рай это когда человек живет в аду с собой и с Богом. Ведь слова Адама кроются, нехорошо человеку быть одному. Это не только без жены. Если у человека есть все богатства мира, но на денек у него нет ничего. В шестьдесят седьмом году покончил с собой такой один из самых богатых граждан Великобритании, менеджер группы Битлз Эпстайн. Он оставил после записку, у меня было все, и не было ничего. Даже если человек переживает лишения, страдания, но хранит веру, которая у него в душе и остается человеком, он не один. И не случайно вот этот еврейский закон сформирован на основе псалма Давида, вижу Всевышнего всегда перед собой. Вот это ощущение близости Бога, не только помогает преодолевать всякие, но и наполняет радостью сердца человека. Как сегодня вернуться в райский сад? Как обрести вот это счастье? В том саду было два дерева. Дерево жизни, это символ Торы и его заповедей. И каждый, кто изучает Тору и исполняет законы, должен понимать, он уже не один. Мизуза на дверях или ханикальная минора в окне, это все делает нас не один. Когда мы Симхат Тора празднуем, мы не одни. Зачем вообще Всевышний сотворил Еву для Адама? Для того, чтобы каждый знал, что вернуться в райский сад можно вместе. Вместе со своей половиной и с Богом. Вы знаете, в 1976 году, еще два слова скажу, умер мультимиллионер Говард Хьюст такой был. И Рэба Любавичский сказал о нем следующее. Он не доверял никому. Он считал, что всем нужны его деньги. И последние 20 лет он прятался от мира, лишив себя друзей и радости жизни. У этого человека было все. И он это держало, вот это все держало его в заключении. И мы часто подобны ему. У нас есть ключи от нашей свободы, а мы используем их для того, чтобы запереться. Надо открыть глаза и увидеть, что сейчас в мире идет последняя схватка зла и добра. И понять на чьей-то стороне. Браховая слуха.